Привет и добро пожаловать. Я Джеффри Мишлов. Сегодня мы собираемся исследовать эксперимент Скола. Мой гость Робин Фой, основатель экспериментальной группы Скола. Он автор книги «В погоне за физическим медиумизмом» и «Свидетель невозможного». Я думаю, что для многих зрителей то, что вы сейчас услышите в этом видео, и то, что вы услышали бы в предыдущем видео с Робином Фоем, может показаться совершенно неприемлемым и невероятным. Я могу только заверить тебя, что работа, которую он делает, была воспринята очень серьезно членами общества психических исследований в Англии, которые опубликовали этот обширный отчет о своем двухлетнем расследовании, в ходе которого они обнаружили множество поразительных физических явлений, которые произошли без малейшего намека на мошенничество или обман любого мальчика «Ты добрый!» Алан Голд, один из президентов бывших президентов общества психических исследований, известный историк в этой области, добавил в своих критических комментариях к отчету, что он знал Робина Фоя в течение 30 лет в то время, еще в конце 1990-х годов, и никогда не имел никаких оснований подозревать его мальчик. Что угодно, только невысочайшая честность. Это так невероятно, каким бы странным это ни было, к этому стоит отнестись очень серьезно. Робин сейчас в Испании, и теперь я переключусь на интернет-видео. Добро пожаловать, Робин. Здорово снова быть с тобой. Большое спасибо. Рад снова тебя видеть. В прошлый раз у нас была увлекательная беседа, в значительной степени охватывающая все твои исследования, ведущие к началу очень важной работы, которую ты проделал с группой «Скол». И когда я вспоминаю о многих годах, которые ты провел, сидя на сеансах и встречаясь с различными медиумами и наблюдая широкий спектр физических феноменов медиумизма, у меня возникает ощущение, что это было своего рода началом и остановкой. Начни и остановись, начни и остановись. Эти группы собрались бы вместе, и ты бы запустил феномены. А потом, по той или иной причине, все как бы отошло в сторону или развалилось. Да, это именно так. И именно так происходит со многими людьми, которые участвуют в этих психических исследованиях, связанных с физическим медиумизмом. Сам по себе физический медиумизм довольно редкая вещь. Сегодня в мире очень-очень мало настоящих хороших физических медиумов. Мало здесь, мало там. Но, конечно, в 1990 году, когда мы начали думать о серьезной группе, и к тому времени мы переехали в «Скол», именно в тот момент мы подумали о том, чтобы действительно заняться этим должным образом. Но ты прав, мы начинали и останавливались, начинали и останавливались. И многое из этого зависит от личностей, которых ты встречаешь на этом пути. Личностей, которые думают, что им понравится сидеть в группе, чтобы развивать психические феномены. Если психические феномены не проявятся через два дня, иногда они бросают учебу. И это ужасный позор, потому что вы действительно должны держать свой нос на точеном камне, чтобы эти вещи развивались. И это то, что мы делали все эти годы. И мы действительно не ожидали, что «Скол», когда это случилось, произойдет так, как это произошло, или так хорошо, или так быстро, как это произошло. Но это было совершенно удивительно, и это застало нас всех врасплох. Но мы смирились с этим, и нам понравилась каждая минута этого. Это заняло пять часов, извините, тысячу часов феноменов, и это было в течение пяти лет. Так что около тысячи часов в год на самом деле сидели там и наблюдали фантастические явления. Но мы построили замечательные отношения с нашей командой Spirit, и это было абсолютно так, как если бы они были нашими партнерами, вроде как по эту сторону. Мы узнали их так хорошо, и они постарались завоевать наше доверие, предоставив нам информацию, которую никто из нас не мог знать, но которая оказалась абсолютно точной, как только мы проверили ее впоследствии. И, конечно, дошло до того, что мы полностью им доверяли. Давай поговорим о членах команды Spirit. Ты имеешь в виду, например, одного духа, который, кажется, появляется на каждой сессии по имени Ману? Да, действительно, Ману был главным предметом. Я думаю, на самом деле, об одном из двух медиумов. У нас в группе было два медиума. Одним из них была Диана, а другим — Аллен Беннити. Они оба были такими. Они были супружеской парой, и мы познакомились с ними в основном потому, что в то время, когда мы переехали в СКУ, я руководил организацией под названием «Общество Данила Ковчега», которую я основал в 1990 году, чтобы фактически спасти физический медиумизм, который на тот момент легко мог полностью исчезнуть, потому что не было новых медиумов развития, о котором мы знали. В то время эта тема не была так популярна, как сегодня, и я надеюсь, что мы действительно приложили немного усилий, чтобы помочь этому. И сейчас во всем мире люди говорят о физическом медиумизме, развивают физический медиумизм, демонстрируют физический медиумизм, и это совершенно замечательно. Сейчас есть определенная разница с теми днями, когда мы действительно запускали эти вещи в СКУ. Потому что сейчас технологии развиваются так быстро, что люди могут проводить всевозможные эксперименты, которые в то время, когда у нас действительно был круг черепа, были невозможны, потому что в то время технология была недоступна. Теперь они могут гораздо больше контактировать с миром духов с помощью инструментов, инструментальной транскоммуникации, и это может принимать форму всевозможных устройств. Дух действительно может общаться с нами через компьютеры, через телефоны, через различные другие типы машин, которые они не могли использовать еще в 1990 году. Хотя у нас самих было несколько случаев телефонных звонков из мертвых, если хотите. И один из тех, кто был выключен. Мой отец умер в 1980-х годах, и мы проехали весь путь от Норфолка до его дома, который тогда находился в Гримсбенах, в Хамберсайде, в Великобритании. И мы навестили его в больнице, и нам сказали, что ему осталось недолго. Мы пришли домой, и вроде как позвонили дочери Сандры, и прямо в середине этого разговора к нам пришла духовная личность, заговорила с нами и сказала, что мы просто ждем его смерти. Это займет всего час. И вот час спустя он испустил дух. Это окольная история. Ты многое выяснил, но две вещи, возвращающиеся к личности Ману. Продолжение следует...